В эфире Народные новости в студии Валерия Новикова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Самые знаковые объекты в транспортную инфраструктуру Мордовии за пять лет будет вложено около 50 миллиардов рублей. Юные патриоты в Розаевском районе прошли соревнования среди школьников. Сберечь самое дорогое в Мордовии выбирают лучшего учителя здоровья страны. Осторожно, первый лед. Любители зимней рыбалки предостерегают сотрудники МЧС. Розаевская объездная дорога со светтихстроенной Химаш, Темников-Дивеево, Ульяновская трасса. 30 ноября в Москве обсуждались планы модернизации и строительства важнейших объектов транспортной инфраструктуры Мордовии. В ближайшие пять лет в Мордовии приведут в порядок почти тысячу километров дорог регионального значения, больше 110 километров местных дорог, а также свыше 3000 погонных метров мостов. В Саранске до конца 2024 года в нормативные состояния приведут до 85% всех дорог. На все работы планируют направить около 50 миллиардов рублей. Среди ключевых проектов строительство обхода Розаевки и строительство в Саранске автодороге по улице Строительная от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар. Этот участок замкнет третье транспортное кольцо города и решит проблему у пробок на десятилетия вперед. Важный объект – новая транспортная развязка с путепроводом через железнодорожные пути в Ковылкино. Она также избавит от пробок транспорт, простаивающий перед поездом, и дорога между Санаксарским монастырем в Темниковском районе и селом Дивеево Нижегородской области. Ее появление будет способствовать росту турпотока. Особое внимание вопросам безопасности дорожного движения. Артем Сдунов обратил внимание, нужно привести в порядок отдельные участки дорожной сети республики, в том числе федеральных, где случаются ДТП. Например, на трассе Саранск-Сурская-Ульяновск, которая проходит через крупный промышленный кластер в Чамзенском районе. Здесь интенсивное движение, количество транспорта достигает 10 тысяч автомобилей в сутки. Ольга Данилова, Народные новости. Подробнее о рабочей встрече и планах по развитию дорожной сети Мордовии расскажем в следующих выпусках Народных новостей. А пока к другим темам. Причины есть, и все они на виду. Указом главы Мордовии заместитель председателя правительства министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Чадов отправлен в отставку. С подробностями Вячеслав Кузьменко. В ежегодном послании к Государственному собранию глава Мордовии Артем Сдунов раскритиковал тогда еще министра ЖКХ Игоря Чадова за то, что им как министрам была допущена серьезная ошибка во время проведения сделки по продаже Рузаевского водоканала в частные руки. С 2017 года водопроводные сети перешли в собственность частных компаний, которые пренебрегают обязанностями гарантирующего поставщика. Средства в модернизацию сетей не вкладываются. При высокой степени износа это приводит к частым аварийным ситуациям, перебоям с водоснабжением, водоотведением. Устранение аварии происходит несвоевременно. И это в свою очередь приводит к повышению социальной напряженности. Так только в мой адрес с прошлого года поступило 25 обращений по этому вопросу, в том числе и через приемный президент Российской Федерации. Игорь Анатолий Чадов, продажи Рузаевского водоканала, доведение его до банкротства пришлись на ваш период работы. Вы несете персональную ответственность за все возможные последствия. Поэтому занимайтесь этим вопросом, несмотря сколько времени собираетесь работать в правительстве. Благодаря личному контролю главы Мордовии важный для Рузаевки вопрос сдвинулся с мертвой точки. Было принято решение разработать проект дублера старого коллектора. В октябре специалисты приступили к работе. Еще одна серьезная и обоснованная претензия к Чадову – многолетний недострой – мусросортировочный комплекс. Его начали строить 17 лет назад, однако объект до сих пор не работает. Сотни миллионов рублей закопаны в землю. Не выполнил Игорь Чадов задачу по строительству Мордовской ТЭС на территории Ковылкинского района. Этот проект также заморожен. Много нареканий к нему и по поводу неактивности действий в плане ремонта сетей в Саранске и районных центрах. Проблемы с водоснабжением стали повсеместными. В итоге 28 ноября Артем Сдунов подписал указ, которым отправил Игоря Чадова в отставку. Слабая работа одного из ключевых министров отрицательно характеризует работу председателя правительства Владимира Сидорова. В послании к госсобранию глава Мордовии высказался однозначно. К сожалению, с вашей стороны идет некоторое торможение по ряду проектов. На вас, на вашу активность смотрят министры, главы муниципальных образований. Работу за председателя кабинета министров и одного из его замов опять-таки выполнил глава Мордовии. 30 ноября между республикой, государственной корпорацией ВЭП.РФ и Росводоканалом было подписано соглашение. Его цель – решить проблему изношенности сетей водоснабжения и водоотведения в Саранске. С собственными силами в столице Мордовии эту проблему решить не удалось, поэтому привлекли крупных инвесторов. В городе Саранске мы хотим привести в порядок систему водоснабжения, водоотведения, с водозабором разобраться, с насосными станциями, сети привести в порядок. И поэтому такая комплексная работа требует и комплексных партнеров, в данном случае это ВЭП, и Росводоканал. Эту работу мы ведем уже не первый день, и в следующем году к активным базе будет переходить. Фера очень чувствительна для населения, и привлечение именно на длинных ресурсов позволяет людям не ощутить те в ближайшее время изменения качественные, которые привнесет наш партнер, генеральный, с которым мы уже имеем опыт сотрудничества. Это не должно существенным образом повлиять на тариф, но я надеюсь, в ближайшее время люди получат хорошую, качественную, чистую воду. Нашей статистической целью, целью нашего партнерства является глубокое принятие качественных услуг в регионах России. Наше партнерство позволяет привлекать долгосрочные инвестиции и обеспечивать быстрый эффект. Надеюсь, что наше сотрудничество с регионом будет успешным. В ближайшие полгода будут проведены подготовительные мероприятия. Большая работа по модернизации городских водопроводных сетей в Саранске начнется летом. Теперь этот процесс будет курировать новый, более ответственный министр ЖКХ. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Министр здравоохранения Мордовия Олег Маркин в прямом эфире, организованном сотрудниками Центра управления регионом, ответил на вопросы, касающиеся современного состояния системы здравоохранения и ее развития. О том, какие задачи стоят перед системой здравоохранения республики, говорил в послании к Государственному собранию глава Мордовии Артем Сдунов. Он подчеркнул, это чрезвычайно важная отрасль, от которой напрямую зависит качество жизни жителей Мордовии. Прямой эфир начали со сложного вопроса, а именно о том, как сейчас в республике обеспечиваются лекарствами, больные с сахарным диабетом первого типа. Пациентов с таким заболеванием в Мордовии порядка полутора тысяч человек. 272 из них – дети. В этом году на покупку инсулина из республиканского бюджета было выделено более 220 миллионов рублей. Приобретено более 115 тысяч упаковок лекарственных препаратов, инсулинов и медицинских изделий. Кроме того, по поручению главы республики Мордовии Артема Алексеевича Сдунова, с этого года все дети, страдающие с сахарным диабетом первого типа, обеспечены непрерывным мониторингом глюкозы за счет средств республиканского бюджета. Это порядка более 43 миллионов рублей. И эти средства будут выделены и предусмотрены в бюджете на 2023 год. Все дети до 18 лет будут обеспечены непрерывным мониторингом глюкозы. Министр отметил, что в республике, несмотря на все усилия, имеет место проблемы с обеспечением людей, страдающих хроническими заболеваниями, льготными лекарствами. Чтобы полностью ее решить, нужны дополнительные средства из федерального республиканского бюджета. Те, кто смотрел прямой эфир, задавали министру свои вопросы. Они касались закупки необходимого для лечения оборудования и лекарственных препаратов. Поднималась также тема того, что иногда в медицинских учреждениях затруднена запись на прием к врачу. Говорили о нехватке врачей и медсестер. На вопрос о том, будет ли закрыта больница Ватяшево, Олег Маркин ответил так. Я не знаю, откуда возникают такие слюхи дома. У нас нет мыслей о том, чтобы закрывать. Во время разговора затронули и тему доступности медицинских услуг, особенно для жителей сельской местности. Такой обеспеченности ФАПами, как у нас в республике, нет ни в одном регионе ПФО России. У нас они укомплектованы на 94% медицинским персоналом. То есть наряду с оказанием первичной медико-санитарной помощи участвовыми, терапевтами, педиатрами, есть всегда помощники, фельдшера, которые работают в ФАПе. И поэтому мы с каждым годом увеличиваем количество приемов медработников именно по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер». То есть привлекаем, чем мы можем завлечь специалистов на село. Продолжится в Мордовии и укрепление инфраструктуры здравоохранения. В 2023 году в рамках программы модернизации первичного здравоохранения завершается строительство детской поликлиники в городе Розаевка. В этом году завершается капитальный ремонт детской поликлиники номер 2. Завершается ремонт поликлиники в Краснодарском районе. Завершен ремонт поликлиники в Качкурово. В 2023 году будет разрабатываться проект смертной документации еще на 13 поликлиник наших районов. И в приоритете, конечно, у нас сейчас один из главных вопросов – это реконструкция действующего инфидиспансера. Эпидемия коронавирусной инфекции стала еще одной темой разговора. Эта болезнь еще окончательно не побеждена. Ситуация стабильна благодаря формированию коллективного иммунитета. Его ни в коем случае нельзя потерять. Повторная вакцинация, которая необходима через каждые полгода, либо после заболевания, либо после вакцинации, ее никто не отменял. И мы это должны делать. Спутника ВИ, гам-ковид-вак, у нас достаточно. Есть возможность назальной вакцинации. Если мы будем придерживаться этим постулатом экономно-медицинским в дальнейшем, то я думаю, что вот та ситуация, которая благоприятно складывается у нас на сегодняшний день, она достаточно благоприятная. Сейчас могу в цифрах сказать, она будет складываться в дальнейшем. Олег Маркин подчеркнул, что также необходимо вакцинироваться от вируса гриппа. Это уже немного подзабытая после ковида болезнь может поднять голову. На прямой эфир с министром здравоохранения поступило более ста вопросов. Все они будут проработаны сотрудниками министерства, и все обратившиеся получат ответы. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Новый облик агросектора России 30 ноября в Москве прошла пресс-конференция по итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Ее трансляция состоялась в зале Мордовия-Стата, где озвучили данные переписи уже на территории республики. Какими темпами развивается сельское хозяйство в регионе и в каких отраслях он занял лидирующие позиции, расскажем далее. Сельскохозяйственная микроперепись проходила в период с 1 по 30 августа прошлого года. Участие в ней приняли 17 миллионов сельхозпроизводителей со всей страны. Целью наблюдения было сформировать статистику об улучшении или спаде в развитии агросектора России. В итоге получилось проследить динамику в сравнении с предыдущей переписью 2016 года. За последние пять лет, как показали итоги микропереписи, сельское хозяйство в своем развитии претерпело серьезные структурные изменения. Общее число сельскохозяйственных товаропроизводителей сокращается. По сравнению с 2016 годом число сельскохозяйственных организаций сократилось на 14%. Однако, важно отметить, что на фоне сокращения числа хозяйств, одной из основных тенденций стало их существенное укропнение, о чем свидетельствует устойчивый рост средних величин по показателю, например, общей площади госугодий. Средний размер фермерского хозяйства по сравнению с 2016 годом увеличился почти в полтора раза. Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики Мордовии, поэтому к микропереписи в республике отнеслись серьезно. Всего задействовали 366 переписчиков, которые собирали статистику по действующим в регионе сельхозорганизациям, крестьянским фермерским и личным подсобным хозяйствам, а также некоммерческим товариществам. Всего чуть менее 180 тысяч объектов. По итогам переписи Мордовия заняла первое место по Приволжскому федеральному округу по поголовью свиней и птиц в сельхозпредприятиях. Однако наметилось снижение в поголовье крупного рогатого скота. Хотя в молоке из-за этого недостатка нет. Наоборот, его выработка увеличилась за счет продуктивности коров. По остальным же показателям в аграрном секторе республики наметились те же тенденции, что и в целом по стране. Микроперепись показала, что за межпереписной период в Мордовии наблюдается сокращение числа сельхозорганизаций и фермерских хозяйств. При этом доля организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, возросла на 26%, а у фермеров на 22%. По данным микропереписи, за последние пять лет доля фактически используемой сельхозугодий хозяйствами республики увеличилась на 8%, что свидетельствует о более эффективном использовании земли. По предварительным данным, в среднем на одну сельхозорганизацию приходится 3614 гектаров сельхозугодий. Окончательные данные и микроданные переписи для науки и бизнеса будут опубликованы в декабре 2022 года. Ирина Радайкина, Станислав Семин. Народные новости. В Мордовии выбирают учителя, который лучше всех в стране знает, как позаботиться о здоровье школьников. В Саранске стартовал финальный этап всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». Кроме того, в столице Мордовии проходит форум, где обсуждают лучшие практики по здоровью сбережению детей и молодежи. Они знают все о том, как сберечь здоровье учеников и приобщить их к спорту и правильному питанию. В Саранск съехались десятки педагогов со всей страны, готовые делиться своими практиками по вопросам сохранения здоровья учеников. Среди участников – учителя географии, физкультуры, литературы, биологии, психологи, воспитатели и педагоги дополнительного образования. Моя направленность – это обеспечение здорового воздуха, то есть это изучение рециркуляторов воздуха, это изучение их влияния на организм человека и как можно, например, самим ученикам на дополнительных занятиях создать, например, для своего класса новые рециркуляторы воздуха, допустим. То есть в основном это практическая направленность и теоретическая направленность. Параллельно с конкурсом проведут форум, на котором обсудят проблемы и перспективы развития здоровья сберегающего образования. В нем участвуют представители научных сообществ, педагогических коллективов, производителей полезной продукции. Это площадка для обсуждения современных методик и современных технологий, которыми должны владеть все, кто работает с детьми и молодежью, чтобы максимально сохранить здоровье детей. Чтобы, проходя через такие социальные институты, как детский сад, школы, техникум, колледж, вуз, дети приобретали и навыки, как быть здоровым, и не теряли здоровье, а только приумножали его. Участников 13-го по счету конкурса «Учитель здоровья России» Мордовия принимает у себя во второй раз. Имя победителя огласят в пятницу 2 декабря. Ольга Данилова, Владимир Надькин, Народные новости. В Мордовии установилась постоянная минусовая температура, и водные объекты потихоньку начинают стягивать льдом. Однако его толщина на прудах и озерах еще не велика. Любителей зимней рыбалки это не останавливает, и некоторые уже открывают сезон. Чем это чревато и как избежать трагедии, знают Анастасия Целигина и Александр Овчинников. Ежегодно с наступлением холодов и становлением первого льда любители зимней рыбалки отправляются на замерзшие водоемы. И если для одних посидеть часок-другой на морозе – всего лишь сезонное увлечение или разовый порыв души, то для других – хобби длиной в жизни. Согласно статистике, поклонников подледной ловли гораздо больше, чем летние рыбалки. Некоторые смельчаки отправляются за добычей, как только слегка подморозят и рискуя жизнью выходят на лед. Сезон наступил, период ледостава идет, но он в разных местах проходит по-разному. Вот на нашем водоеме, например, у стадиона «Старт» лед уже 12 сантиметров толщиной. То есть он для пешеходов, он уже не опасен. Как бы можно проходить, тем более, что снега на поверхности мало, видно, что лед все-таки крепкий. А вот на реках, особенно где сильные течения, например, на Суре, там где-то вдоль берегов начинает лед уже образовываться, а на серединке, он если есть, но очень тонкий. Именно такой лед опасен. В любой момент он может треснуть под тяжестью человека, что неминуемо приведет к погружению в ледяную воду. А дальше два варианта развития событий. В первом случае рыбак сможет выбраться на поверхность и отделается переохлаждением. Во втором уйдет под лед и не сможет спастись. Трагедия на льду практически всегда происходит из-за несоблюдения правил безопасности или пренебрежения ими. И, к сожалению, один из таких случаев произошел в Краснослободском районе 28 ноября. Мужчина 65 лет пошел на рыбалку, использовал плавсредства. В результате лодка перевернулась, он оказался в воде, выбраться не смог. Судебно-медицинская экспертиза дала предварительное заключение утопления. Этой трагедии можно было бы избежать, если бы мужчина раз надел спасательный жилет, два не использовал плавсредства, что в принципе запрещено в зимний период, и три отправился на водоем днем. Эти правила основополагающие, они гарантия безопасности. Ну а чтобы предотвратить подобные случаи, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС Мордовии регулярно проводят профилактическую работу. Мы совместно с администрациями муниципальных районов подготовили реестр мест выхода на лед, запрещенных, разрешенных. Вот там, где опасно, там сейчас выставляются знаки, поэтому нужно руководствоваться вот этим. Не выходить на лед в опасных местах до полного ледостава. Ну и, конечно, должен быть обеспечен контроль за детьми. Впереди у надзорных ведомств много работы, ведь зима только вступает в свои права. Однако многое зависит и от нас самих. Родителям еще раз стоит поговорить со своими детьми и рассказать, какую опасность таит в себе тонкий лед. Ну а рыбакам в очередной раз задуматься о своей безопасности во время зимней ловли. Анастасия Целегина, Александр Овчинников. Народные новости. На несколько дней без воды оставались жители села Рыбкино Ковылкинского района. Причина – сломанный насос. Попытка исправить ситуацию своими силами усугубила положение. Пришлось вызывать специалистов из другого региона. Как разрешилась проблема, расскажем далее. Под конец осени глубинный насос на водонапорной башне в селе Рыбкино в очередной раз вышел из строя. Глава сельского поселения с депутатами собрали сход граждан. Там и решили старый насос демонтировать и поставить запасной. Выполнить непростую задачу вызвались сами жители, но ремонтные работы пошли не по плану. Есть специалисты у нас в селе, которые занимались этим вопросом, но не получилось у них вытащить насос старый. Там какие-то есть веревки такие, электросы, чтобы вытащить насос. Они просто при демонтаже вышли из строя, то есть оторвались. Оторвались и следствие этого, наверное, заклинил насос. Почти неделю жителям пришлось терпеть неудобства. За водой ездили на родники в соседнюю деревню, таскали её из колодцев. Последовали претензии к местным властям, жалобы пошли в вышестоящие органы власти. После чего для жителей села организовали подвоз питьевой воды, а ситуацию под личный контроль взял глава Ковылкинского региона Игорь Бутякин. Благодаря руководителю муниципалитета к ремонту приступили специалисты из другого региона. А спустя несколько часов кропотливой работы вода вновь появилась в домах местных жителей. Ольга Данилова, Максим Бекеев, Народные новости, Ковылкинский район. Формирование у подростков чувства гражданского долга, любви и верности своей родине – всё это и не только легло в основу проведения соревнований среди школьников. Они прошли в Розаевском районе. Подробности далее. Соревнования по огневой и теоретической подготовке среди школьников провели в рамках реализации грантового проекта «Практики авангарда». 28 ноября в Розаевке встретились 23 сборные команды школьников. Сегодня принимают участие в соревновании команды из 8 муниципальных районов Республики Мордовия и 15 учебных заведений Розаевского муниципального района. Причем подсчет результатов и выявление лучших будет как в муниципальном этапе, так и в республиканском этапе. Открыли соревнования с практической части. Школьникам предстояло продемонстрировать свои навыки в выполнении нормативов по неполной сборке и разборке автомата Калашникова. Этот навык большинство ребят оттачивало на уроках ОБЖ в школе. Осталось продемонстрировать жюри свою ловкость и скорость. Сотрудники правоохранительных органов военного комиссариата оценивают знания ребят в военно-патриотическом деле. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Мордовия также принимают в этом участие. Боицы отряда специального значения ГРУМ оценивают теоретические и практические знания ребят относительно автомата Калашникова, сборки и разборки оружия, снаряжения магазина патронами. Ну а далее школьникам предстояло блеснуть своими знаниями на тестирование. На партах только ручка и листы с заданиями. Все как в школе, только вопросы от учебной программы отличаются. Ребятам предстояло ответить на вопросы по теме «Гордость и слава армии», а также оказание первой доврачебной помощи. Такие мероприятия нужны, тем более в современное время, для повышения патриотизма среди молодежи, для того, чтобы знали, для того, чтобы помнили. Я усовершенствую свои навыки, приобрел много знакомых и на каждом мероприятии вижусь и друг друга разговариваем, вспоминаем. И теория, и практика позади. Время подводить итоги. В результате упорной борьбы в командном зачете республиканского этапа победу одержала команда Рузаевского района. Второе и третье место досталось командам из Чамзинского и Лямберского районов. Среди учебных учреждений Рузаевского района первое место жюри присудило представителям школы номер 9. Ирина Суконкина, Народные новости, Рузаевский район. На личном контроле 29 ноября министр внутренних дел Мордовии Юрий Поляков провел выездной прием граждан. С вопросами и за помощью к министру обратились 17 человек. Среди них и сотрудники органов внутренних дел района. Юрий Поляков внимательно выслушал каждого и пообещал лично проконтролировать решение проблемной ситуации. Обращения граждан касались раскрытия и расследования уголовных дел, качества проведения следственных мероприятий, социальных вопросов, а также трудоустройства и восстановления на службе в МВД. Это не первый личный прием граждан министром. В прошлый раз Юрий Поляков принял 9 жителей республики 28 октября. По каждому случаю министр дал поручение руководителям подразделений МВД. Все заявления рассмотрели и направили обратную связь. Напомним, что население Мордовии может обратиться к руководству республиканского ведомства на официальном сайте министерства на главной странице в разделе для граждан приема обращений. Композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народная артистка Республики Мордовии и председатель Союза композиторов Мордовии. Все это лишь малая часть заслуг и звание Нины Кошелевой. 29 ноября в Саранске прошел юбилейный концерт прославленной землячки. Зал Государственного музыкального театра имени Яушева полон зрителей с цветами. Гости ждут появления той, что на протяжении многих лет дарит народу свое драгоценное творчество. Нина Кошелева – композитор с большой буквы. За всю свою жизнь женщина написала свыше 300 музыкальных произведений. Все мои творчества связаны с родной республикой, с любимой Россией, Родиной. Сегодня прозвучат произведения, которые написаны в разные годы и различных жанров, а также произведения, написанные недавно. И право открыть юбилейный концерт досталось Государственному камерному хору республики Мордовии. Они исполнили народный триптих миник-мастерса, что в переводе с мордовского значит «на нашей земле». Среди сотен любимых слушателями композиций одна совершенно особенная. Она навеки вписала имя Нины Кошелевой в историю республики. Это утвержденный в 1995 году Государственный гимн Мордовии. Такое счастье, что мы живем в это время вместе с Ниной Васильевым, с этим удивительным, талантливым человеком. С человеком, который всю свою жизнь посвятил республике Мордовии. И разрешите мне по поручению главы республики Мордовии Артема Алексеевича Сдонова вручить сегодня награду Нины Васильевны Кошелевой. Указан главы Республики Мордовия за многолетнюю творческую деятельность и выдающийся вклад в развитие музыкального искусства присуждено звание лауреата Государственной премии Республики Мордовия композитору Нине Васильевне Кошелевой. Очередная награда в копилке народной артистки Мордовии отнюдь не последняя. А присвоение Нине Кошелевой почетного звания народной артистки России ходатальствовал лично руководитель региона. Так что поводов собрать очередной торжественный концерт стало на один больше. А пока вернемся к творческому юбилейному вечеру. Зрителей радовали артисты, солисты и музыкальные коллективы Республики. Среди них Государственный камерный оркестр, ансамбль песни и танца у Марина и многие другие. Не случайно Нина Кошелева ставит акцент на любви к родине и народу, ведь большинство произведений композитора обращено к русской и мордовской поэзии. Ирина Суконкина и Сергей Кувакин. Народные новости. На этом у нас все. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами была Валерия Новикова. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok